Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели» в студии Дарья Тендит. В городах и районах Карачаева и Черкесии прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню Возрождения Карачаевского Народа. По традиции, в Карачаевске у мемориала жертвам депортации карачаевского народа возложили цветы в память наших земляков, погибших в годы ссылки в Казахстане и Средней Азии. Репортаж Алихана Лепшокова. Карачаевский народ является примером мужества и стойкости, сумевший возродиться из-за вене, вернувшись на родную землю и сегодня продолжает жить и созидать на благо родного края страны. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темреза вместе с представителем правительства Республики Духовенства почти лепанит погибших в годы депортации. Совершил обряд дуа по тем, кто не вернулся домой заместителем Уфтия Республики, ректор Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев. После чего все собравшиеся возложили цветы к мемориалу жертвам репрессий карачаевского народа. Я вернулся восьмилетним родителями в 56-м году, осенью, и мы так радовались. А больше всех, наверное, наше старшее поколение. Какое они видели горе, какие страдания, но вернулись. Вернулись с честью, достоинством, сохранить свою культуру, традиции, обычаи, язык сохранив. А в Средней Азии мы были едины, находясь в условиях геноцида. 3000 карачаевцев были награждены орденами, медалями. Из них 99 орденами, а из этих 99 – 35 высшие награды Родины орденом Ленина. Память о тяжелых испытаниях карачаевского народа должна сохраняться в сердцах каждого из нас. И этот урок истории позволяет почтить подвиг наших предков и укрепить наше внутреннее единство, отмечали участники памятного мероприятия. Две делегации ездили Никита Сергеевича. Один восьмилетний старик Чагаров Ибрагим Хуршова во второй делегации был. Никита Сергеевич спросил у него, сколько вам лет? 88. Вы работаете, да, сторожем в колхозе. А что вы, как могли приехать в Москву в Среднюю Азию? Он ответил, Никита Сергеевич, приехать-то я приехал. Я не стану, если вы не дадите добро возвращению карачаевскому народу. Карачаевского народа. И вот я поражаюсь мужеству этих людей. В 57-м году вернулся карачаевский народ в свою родную землю. И сегодня вместе со своими братскими народами, в единой семье народов Северного Кавказа, Российская Федерация, мы строим свое сегодняшнее и завтрашнее. Это счастье, радость для всех, кто это понимает. И, конечно же, это была мечтой. Мечтой, когда в далеком 57-м году наш народ возвращался сюда. Это было праздником, праздником надежды. Действительно, несправедливо было поступлено с целым народом, который, как говорится, незаслуженно был растоптан и выслан с этого места. Поэтому все время это дело обсуждаем и думаем так, чтобы никогда ни с каким народом больше это не повторилось. Обычно говорят так по-русски, что врагу не пожелаешь то, что не хочешь желать себе. Сегодня, в 67-ю годовщину возрождения карачаевского народа, каждый из нас никогда не забудет все ужасы депортации. И мы уверены, что эти страшные страницы останутся навсегда в прошлом, отмечали собравшиеся у мемориала. Али Халеб Шоков, Алла Динаева, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня православные верующие празднуют Светлое Христово Воскресенье. Дорогих земляков с Пасхой поздравляет глава Карачаева, Черкесия, Рашид Семрезов. Пасха крепко связана с народными христианскими традициями, которые перекликаются с традициями других конфессий. Проявление заботы и милосердия к ближнему, укрепление семейных устоев, родственных связей, уважение к друг другу, почитание старших и взаимопомощь. Основа всех религий – залог единства и силы нашего многонационального государства. Пусть пасхальные дни принесут ваши дома радости и благополучия. В столице Азербайджана Баку прошел шестой всемирный форум по межкультурному диалогу. В нем участвуют представители более ста стран мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев СКФО и ЮФО России в главе с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтием Карачаева Черкесии Исмаилом Хаджибердиевым. На встрече стороны подчеркнули историческую и культурную связь Азербайджана и российских регионов. Это способствует развитию дружественных отношений между странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что необходимо и далее укреплять положительные тенденции в направлении межкультурного взаимодействия и разнообразия. И выразил уверенность, что большое число религиозных лидеров со всего мира, собравшихся в эти дни в Баку, продемонстрирует солидарность и лидерство. Ибо слова религиозных лидеров очень важны для всех народов мира. Очень важно услышать с их уст позитивные послания о мире, толерантности и взаимном уважении. В рамках форума проходил ряд пленарных сессий и панельных дискуссий, которые направлены на обсуждение вопросов образования, работы с молодежью, изменение климата, незаконной миграции, искусственного интеллекта, защиты религиозного и культурного наследия. Социально-экономическое развитие Черкесска, поддержка военнослужащих и их семей, комфортная городская среда и многие другие приоритетные задачи озвучил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. В мероприятии принял участие председатель правительства республики Мурат Аргунов, также представители правоохранительных органов, руководители федеральных подразделений, общественных организаций и городских предприятий. Смотрите подробности. Начиная с своего выступления, Алексей Баскаев подчеркнул, что для мэрии города на протяжении двух лет поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей, является приоритетной задачей. Мэрия Черкесска, предприниматели, горожане принимали самое активное участие в отправке грузов нашим военнослужащим. Это предметы первой необходимости, продуктовые наборы, техника, автотранспорт и многое другое. Здесь, на местах, помощь семьям военнослужащих оказывается комплексной. С каждой семьей работа ведется индивидуально. Все семьи в полном объеме получают утвержденные региональные выплаты. В отчетный период город показал рост поступлений налогов и других сборов. По сравнению с предыдущим периодом, объем собственных доходов городского бюджета увеличился почти на 6%. Это на 77 миллионов рублей выше поступлений 2022 года. Объем безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов составил 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это средства, которые предоставлены городу для исполнения переданных полномочий в сфере образования, социальной поддержки, а также средства в сумме 368 миллионов рублей, полученные благодаря участию Черкесска в реализации нацпроектов. Также был отмечен естественный прирост населения в Черкесске. В прошлом году родилось 1229 младенцев. Ежегодно растет и количество горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В рамках республиканской программы начнутся ремонты детских садов в Черкесске и строительство новых спортивных объектов. В северной части города начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 7 тысяч квадратных метров. Новый объект располагает различными залами для проведения мероприятий и занятий по игровым видам спорта, бассейнам и так далее. В парке «Зеленый остров» началось строительство академии тенниса скрытыми кортами для групповых и индивидуальных занятий круглый год. Рядом с лицеем номер 15 планируется начать строительство модульного физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей в прошлом году выдано 15 сертификатов на приобретение жилья, в текущем 14. Всего по муниципальной программе сертификаты на приобретение жилья получили 62 семьи из Черкеска и 815 многодетных семей получили участки. В северной части города жилье получат еще 35 тысяч человек. В прошлом году 198 семей Черкеска, жители четырех многоквартирных домов, получили новые квартиры в северной части города. В текущем году переселим еще более 200 семей. Всего в рамках этой программы с 2021 года квартиры получили 533 семьи. Отмечу, что микрорайон Северный обеспечивается всей необходимой социальной инфраструктурой. В перспективе здесь появится жилье для 35 тысяч человек, что сделает его доступным и комфортным для большого количества жителей. В прошлом году в Черкесске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 25 дворов. В этом планируется еще 22. Как и раньше, дизайн проекта разработаны с учетом мнений и пожеланий жильцов. Всего с начала действия программы в Черкесске приведены в порядок более 175 придомовых территорий. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» провели масштабную реконструкцию каскадной лестницы. Именно за этот проект проголосовало большинство жителей во всероссийском голосовании. Торжественно в День защиты детей открыли светомузыкальный фонтан в парке «Столетие Карачао-Черкесии» – одну из главных городских достопримечательностей. Провели благоустройство аллеи на улице Даватра, вблизи пограничного управления. В этом году приступили к реконструкции первого светомузыкального фонтана на площади перед мэрией. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республиканской столице приведено в соответствие стандартам свыше 63 километров дорог, 13 километров из которых в прошлом году. В числе важных задач – обеспечение безопасности дорожного движения. Работы по улучшению в этой сфере ведутся на постоянной основе. С улиц Черкеска полностью ушли устаревшие ламповые светофоры. Везде установлены современные программируемые объекты. В 2023 году впервые на участках муниципальных дорог установлены светофорные объекты, оборудованные вызывными устройствами для пешеходов, для безопасного перехода дороги. В прошлом году на дорогах появились свыше сотни новых знаков, обустроены десятки парковочных мест. Положительная динамика была отмечена практически во всех сферах. В ходе доклада обсудили и проблемные вопросы, такие как санитарное состояние города, а также рассказали о реализации масштабного проекта капитального ремонта проспекта Ленина и подготовку к 200-летию города в 2025 году. «Большая часть целей и задач, о которых рассказал сегодня Алексей Олегович, напрямую связаны с планами развития всей республики. Вся эта работа делается на всей территории муниципальных образований, которые есть в нашей республике». Дарья Тендит, Артур Мхце, Олег Молхожев. Вести Карачаева-Черкесия. Вековой юбилей отметила 1 мая почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Софья Барлакова. 60 лет она проработала в средней школе номер один города Карачаевска. Первыми Софью Исуфовну поздравили Вести. Подробности в репортаже Светланы Казиевой. В свой столетний юбилей Софья Барлакова встречает гостей в приподнятом настроении, но скромно замечает, что сегодня обычный день. А вот раньше, говорит, первомайское утро начиналось с парада. Старейший учитель города Карачаевска продолжает удивлять мельчайшими подробностями своей жизни длиною в целый век. У меня был дедушка Сарамза, который никому не доверял меня. У него не было до меня ни внуков, ни малышей. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, меня за руки и везде водил. Поэтому я детство провела очень хорошо. Когда выросла, решила стать медиком. Но судьба распорядилась по-своему. Ближайшее медучилище было Пятигорске. И юную Софью родители не отпустили. Поступило в педучилище. Будучи студенткой, застало известие о начале Великой Отечественной войны. Мама с базара пришла и говорит, началась война, говорят. Гитлер напал на нас. Но мы войну же не понимали, что такое война. Во-первых, мы дети. И во-вторых, даже наши родители тоже, видимо, не видели они такую войну. А затем пришлось испытать и тяготы депортации. Вместе со всем карачаевским народом 14 лет провела в ссылке в Средней Азии. О профессии учителя на время пришлось забыть. Софья трудилась на фабрике в Чалдаваре. Одежду шила для фронта. По возвращении на родину окончила филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института и начала свою долгую профессиональную деятельность. В трудовой книжке Софьи Юсововны лишь одна надпись. Учитель начального класса в средней школе номер один города Карачаевска. Она отдала своему любимому делу 60 лет. Последние пять лет на заслуженном отдыхе. Но признаётся, что очень скучает по школе. Конечно, скучаю. Я сколько лет? Безотрывно 60 лет я проработала в школе. Последние годы я брала 6 часов. Понедельник, среда, пятница вот эти дни. Ну, до 95 лет, стоя на ногах, я проработала в школе. Я любила работать. Я ни одного дня не пропустила. Ни одного дня. Вот 60 лет я в этой школе проработала. Может, вот это трудолюбие, позитивный взгляд на все перипетии жизни и простые человеческие радости в кругу родных людей. И есть секрет долголетия Софьи Юсуфовны, которую очень любили в школе и продолжают любить сотни благодарных её учеников. Жителям республики желаю всем доброго здоровья, быть людьми, человеком быть. И чтобы друг друга не забывали, ценили. Жизнь сейчас не такая, как раньше. Тяжело. Но всё переносимое. Терпение на всё. И вот между собой общение доброе. Светлана Казиева, Олег Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Возрождаю былые традиции. В Зельчукском районе состоялся конкурс стригалей, организованный Министерством сельского хозяйства Карачаева-Черкесии. Мероприятие было приурочено к объявленному президентом Владимиром Путиным году семьи. В конкурсе приняли участие фермеры с многолетним опытом работы в стрижке овец. О том, кто стал победителем, расскажет Алла Качиева. Всё надо делать. Хачественно и быстро надо. Всё считается здесь. Денис Ламабисалов принимает участие в конкурсе по скоростной стрижке овец уже второй раз. Десятки его соперников – фермеры республики с многолетним опытом работы, для которых эта процедура – уже вековая традиция. О здоровье животного и качественная шерсть. Стрижка овец – дело непростое. Тем более, профессионалов в этом деле не так и много. Инструмент должен быть качественным, прочным, удобным в работе. Стрижка одной овцы – это работа не для одного человека. Притом, нужно правильно организовать процесс. Понять анатомию овцы и научиться правильно её укладывать и фиксировать. С одного барана можно получить от 4 до 9 килограммов шерсти. Кстати, в Карачаево-Черкесии её перерабатывают. В фабрике – вулкам. Он должен уметь это правильно делать, потому что может навредить внутренностью животного. И животное может заболеть и погибнуть. Это раз. Во-вторых, он должен вести, уметь так, машинку, чтобы перестрига шерсти не было, чтобы машинка всегда шла хватную к поверхности кожи, и тогда будет качественная стрижка, чтобы вся длина шерсти оставалась в руне. Жители Карачаева-Черкесии всегда славились своим мастерством стрижки овец, рассказывает Михаил Егоров, некогда проработавший в нашем регионе. Сегодня он частый гость республики. Карачаево-Черкесия – это зона исконная, традиционная развития овцеводства. Понимаете, и получается в Карачаево-Черкесии. Поэтому здесь хорошие стада, уникальная карачаевская порода. Ну а самое главное – люди, чебаны, специалисты, руководители, которые сегодня, вчера занимались овцеводством, сегодня и завтра будут заниматься. Это родина Сапара Барамкулова, который был чемпионом России, мира, Советского Союза. Конкурс проводится в целях популяризации профессии стреголя, передачи знаний и опыта от старших к молодёжи, говорят организаторы. Сегодня в республике особое внимание уделяется перспективам развития овцеводства, в частности, мясошёрстного направления. У нас в регионе основном развито мясное овцеводство. Мы в этом направлении вышли на лидирующие позиции России. На территории Карачаево-Черкесской республики уже в настоящей форме функционирует большое перерабатывающее предприятие, «Кавказмясо», которое выпускает готовую продукцию по стандартам халяль и кошер. И, соответственно, с этим у нас уже проблем нет. Я имею в виду, со сбытом мяса у наших фермеров уже проблем нет. По итогам конкурса первое место занял Хамид Шедак, а второе у Ахмата Баташева и третье у Денислама Абисалова. В категории «Ручная стрижка» первое место занял Рамазан Качкаров. Лучших стригалей республики наградили ценными призами. Кроме того, на площадке состоялся иконный пробег. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием творческих коллективов республики. Алла Качиева, Зумрад Халкечева, Лебастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Поэзия – чудесная страна, где правит рифма целым миром. Ей власть особая дана нас, покорясь звучанием лиры. Каждый поэт – это целый мир и своим творчеством. Они помогают нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. Наполняют оптимизмом, верой в добро и волнуют читателей до глубины души. Классная встреча в рамках проекта «Движение первых» прошла с поэтом, корреспондентом ГТРК «Карачаева-Черкесия» Артуром Кцеф в поселке Майский. Алла Динаева подробнее. Встреча с известным поэтом – это всегда праздник. На классные встречи первых с активистами движения «Школ поселков Майский», «Ударный», «Октябрьский», «Мичуринский» и «Кавказский» пригласили поэта и журналиста Артура Мхце. Это проект, который проводит «Движение первых». Что такое классные встречи? Мы приглашаем в школу интересных людей, художников, поэтов, журналистов. Ребята хорошо знакомы с биографией и творчеством гостя. Артур Мхце – поэт, выросший в семье поэта. Его отец – классик абазинской литературы Керим Мхце, выпускник литературного института, который привил сыну не только любовь к поэзии, но и умение работать над поэтическим текстом. Отец Артура – знаменитый абазинский литератор, публицист, народный поэт Карачева-Черкесии Керим Мхце, автор восьми сборников поэзии, многочисленных статей и очерков. 5 мая Кериму Мхце исполнилось бы 75 лет. Многие его произведения литературоведы оценивают как мировое достояние. Отец прививал любовь к тем же самым стихам, произведения Пушкина, Лермонта, все, что по школьной программе. Просто учил меня читать стихи с какими-то эмоциями, с чувствами. Не так, чтобы, допустим, просто наиграно, а чтобы человек прочувствовал. В школе поселка Майский Артур во второй раз. Впервые он сюда приехал снимать репортаж, когда открывали мемориальную доску выпускнику этой школы-участнику СВО Аслану Динаеву. И в тот же вечер Артур посвятил ему стихотворение. То, что происходило во время этого мероприятия, оно немножко меня задело, заживое. Я видел его супругу, которая с поникшенным лицом стояла. Его родственников, ребенка маленького, который не понимающий, для него это все игра. И вот все, что происходило, оно просто... Ну и та же доска памяти, где он как раз и смотрит с высоко и неподвижно вдаль. То есть вот это все как бы и сподвигло написать. Мы подмоги все же дождались. Только я чуть не сдюжил. Жаль. Сорвалась водопадом вниз. Безутешна твоя печаль. Я иначе подминал не мог. Не оставил людей, ребят. Нет в победе иных дорог. Жизнь отдать братца брата. Много лет Артур Мыхце работал на телевидении в Москве. Вопросов у активистов движения первых к поэту и журналисту было много. Где вы пишете свои стихи? На портале стихи.ру есть. Я просто стараюсь, например, подбираю какую-нибудь картиночку соответствующей тематике и размещаю там. Поэтому я о чем говорю, что у меня нет желания, стремления, вернее, популяризировать свое творчество. Книг не выпускаю, потому что я уже сказал. В принципе, считаю, что сейчас плюс в век информационных технологий много можно найти в интернете. Что вас побудило, так скажем, заниматься вот этим вот творчеством? Выразить свои эмоции необычным способом, там, может, какой-то девушке, либо какому-то событию. Это, собственно, и побудило сначала. Воспроизвожу у себя в голове какие-то события, которые либо могли быть, либо были в прошлом. И вот, собственно, так пишу. А начинал, собственно, с того, что романтика, с этого многие и начинают. Могли ли вы заработать в своем хобби? И сколько? Кому-то интересны. Мне уже этого достаточно. А поэтому зарабатывать, допустим, на своем хобби, ну, я не пытался. Знаю, что можно, но для меня главное, как бы, вот, самовыражение. И если, еще раз говорю, кому-то мои строчки чуть-чуть хотя бы делают легче, может, понятнее, там, какие-то выразить свои эмоции, мысли. Поэтому, еще раз говорю, для меня хобби – это просто хобби, на котором я не зарабатываю. Я журналист, а если скажешь, что я, допустим, плохой поэт, мне, честно, я совершенно не обижусь. Скажет плохой журналист, пусть докажет, почему. Майская школа. Какой ваш самый любимый стих? Сказать, что там одно более любимое, одно менее любимое, я не могу. Просто стихи, они, как бы, есть и есть. Есть стихи, которые я считаю удачными, есть, которые я считаю, ну, менее удачными. Ну, если когда четко попадает все, ну, как бы, то, что я хотел выразить. А так сказать, одно я прочитал, если надо, могу еще какое-нибудь прочитать. Воссоздам акварелию твою бесконечность, четче контуры, чувствами дышат глаза. Отражение пленника встану навечно, за движениями кисти, успешно скользя. Манят образа робость в рисованном свете, и от влаги волос непокорные отряды. Приручен кто за тех, мы должны быть в ответе, под себя не пытаясь, мы что-то менять. И пусть снова ветра перемен вдохновляет на создание полотенок, грехов, тоннок. Знает, там, на холсте мой рис, и там, вверх в силу искусства, твои чудеса. Скажут скептики, в этом обществе стать диковинным моветон не должно быть различий в множестве чередующихся персон. Уникальность сменяют схожестью, добавляют ряд общих черт, обзаводятся толстокожестью и графой в резюме. Эксперт, диссонируешь ты с банальностью, внутрь сомнения не впускай. И особенной будь тональностью, фальши в помыслах избегай. Пусть считает толпа чудачеством нежелание терять лица. Своего не стесняйся качества. Во что веришь, столь до конца. Презенты получили школьники за лучшие вопросы. А в завершении встречи ребята взяли автограф у Артура Керимовича. Посмотрели и музей памяти. 11 яблонь посадили во дворе школы поселка Майске участники встречи вместе с Артуром Мхце и мамой Аслана Динаева Людмилой Анатольевной. Аладдинаева, Ринат Муков, Вести, Крачево-Черкесия, Майске. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин